Сегодня утром стал известен список известных артистов, которые после добровольной мобилизации дезертировали со специальной подготовки и получили уголовное наказание. В то время как такие известные актеры, как Даниил Страхов, зять Боярского Максим Матвеев, Тарзан Сергей Глушко, Константин Хабенский, Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков ведут себя как настоящие мужчины и проходят спецподготовку. Другие артисты наплевали на законы совести и дезертировали из воинской части. Начальник подразделения артистов «Новая Россия» Федор Бондарчук открыто и прямо заявил «Нам такие трусы и твари не нужны» и огласил полный список артистов-дезертиров. Сын Натальи Королевой, архив Блушко, не выдержал тяжелой физической нагрузки, и попросился обратно домой. Но воли ему не видать. Сын Натальи Владимировны осужден за трагическое дорожно-транспортное происшествие и скоро окажется вновь в тюрьме. Крайне удивил народный артист России Сергей Безруков. Актер, играющий героические роли, в реальной ситуации стушевался и под видом семейных проблем покинул спецподготовку. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков стал в кавычках «легендой мобилизации». В то время как его сводный брат Дэнни Байсаров показывает себя героем, Никита при помощи отца и зятя пересек границу с Россией и оказался за рубежом. Филипп Бедросович Киркоров и вовсе проигнорировал законы уставов и два дня назад под видом концертной деятельности покинул территорию военных сборов. Однако для артиста это не пройдет даром и против Филиппа Бедросовича будет возбуждено третье уголовное дело. У резидента Comedy Club Павла Воли тоже ненадолго хватило геройского настроя. В связи с новыми творческими проектами и просьбой супруги Лисану Тяшевой комика отпустили со спецподготовки. Вовсе неожиданным поступком стало бегство двух брутальных мужчин российского шоу-бизнеса – Богдана Титамира и Андрея Черкасова. Они незаконно покинули сборы, Андрей Черкасов, офицер ВДВ, оказался в Турции, а Богдан Титамир в Чили. Известных артистов объявили в розыск. Родион Газманов, которого отец отправил на перевоспитание в стройбат, сбежал через одну неделю. На данный момент ни полиция, ни Олег Газманов не располагает данными о местонахождении молодого человека. Солист группы «Кармен» Сергей Лемах совершил серьезное правонарушение. Он подрался со старослужащим. На данный момент известный артист находится в полиции. Артур Смоленинов и Егор Бероев. Двое артистов очень часто меняли свое мнение по поводу спецоперации, однако месяц назад дали добровольное согласие на мобилизацию. Героического пыла хватило ненадолго, и они ударились в бега. На данный момент Егора Бероева уже арестовали, а Артуру Смоленинову удалось покинуть Россию. В данный момент он переходит границу с Норвегией. Рэпер Тимати тоже покинул спецподготовку. По некоторым данным, он дал колоссальную взятку за свое возвращение домой. На данный момент с музыкантом разбирается полиция. Ну и, наконец, известный музыкант Леонид Агутин. Для Леонида Николаевича спецподготовка закончилась уголовным делом. Месяц назад артист в военкомате ранил охранника и сбежал из военного комиссариата. Приятная.